Славянский район – постоянный участник краевых и федеральных программ. Благодаря привлеченным средствам в муниципалитете благоустраиваются населенные пункты, строятся новые социальные объекты. Создание комфортных условий для работы врачей и медсестер и обслуживаемых ими пациентов – один из приоритетов районной власти. В Славянском районе не на словах, а на деле способствует развитию здравоохранения. Большим шагом развития сельского здравоохранения станет открытие в поселке Целином офиса врача общей практики. Это будет медицинское учреждение нового типа, совсем необходимым для качественного медицинского обслуживания местного населения. Строительство офиса началось в этом году и уже близится к завершению. Глава района Роман Сенеговский проинспектировал ход строительных работ. Что у нас по благоустройству? Благоустройство. Бордюры ставят, с другой стороны сейчас садовые ставят, продолжают по периметру и вот тут выходят уже, соединяются дорожными бордюрами. Укатали все? Укатали, еще немножко щебня завезут, фракции 5,20, Анатолий сейчас заказал. Пятницу дожди. Знаю, но у нас уже в принципе они завезутся, тут подсыпать под плиточку немножко, 3 сантиметра надо, это нам не мешает. Здесь асфальт везли? Тут асфальт, уже под отметочку сделано, как бы сказать, под асфальт вложить. Параллельно с благоустройством ведутся работы по внутренней отделке помещений. Строительство ведется по краевой программе. Общая стоимость работ около 12 миллионов рублей. После завершения строительства здесь будет вести прием врач общей практики. Узкие специалисты, жители смогут сдать анализы. Подобные офисы врачей общей практики в нашем районе за последние три года были построены в станице Черноярковской и Славинске на Кубани. Еще один объект, который посетил глава района – стадион в станице Петровской, около которого в следующем году планируют построить малобюджетный физкультурно-оздоровительный комплекс. Район вступил в краевую программу, подготовил проекты, все необходимые документы. В 2021 году приступят к строительству. Стоит отметить, развитие и укрепление материально-технической базы спортивных объектов в нашем районе всегда уделялось особое внимание. В этом году были открыты три спортивные площадки шаговой доступности. Готовится к открытию спортивный зал в 4-м лицее. В прошлом году заработал физкультурно-оздоровительный комплекс станицы Анастасиевской, который стал тренировочной базой для ребят детской спортивной школы имени Симоненко. Петровчане тоже любят спорт, поэтому строительство спортивного комплекса на их территории – событие долгожданное. После завершения строительства спортивный объект станет центром притяжения для жителей всех возрастов. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Работа в paling серьезным всем мировым районом. ?' Арн Taylorränко…